МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии программы наблюдатель Фёкла Толстая. Сегодня мы будем говорить о прекрасном новом спектакле, который в конце марта был впервые показан на сцене Театра Современник. Называется он «Мама, а кто это на фото?» И необычен этот спектакль тем, что это не просто постановка Театра Современника или какого-то другого театра. Это постановка, которая сделана вместе с благотворительным фондом «Дом с маяком». И таким образом создатели надеются, что этот спектакль будет помогать благотворительному фонду. Что это за такое произведение? И как вообще сейчас возникают какие-то совершенно новые формы работы с благотворительных организаций? Вот об этом всём мы поговорим с создателями спектакля, с удовольствием вам их представляю. Справа от меня Клавдия Коршунова. Здравствуйте, Клава! Здравствуйте! Начинаю с вас, потому что вы не только актриса, принимающая участие в этом спектакле, но вы и продюсер спектакля, а также вы попечитель фонда «Дом с маяком». Рада вас приветствовать. Да, всё верно. Спасибо. Это очень приятно. Вы хотите хлопать? Давайте раз. Как будто бы да. Или я так хорошо представлю. Да, да, да. Я такая хорошая, и вы мне хлопать. Да, да, да. Ну давайте тогда я представлю ещё одну прекрасную артистку и тоже попечителя фонда «Дом с маяком» Дарья Мельникова. Ура! Ну так вот мы начинаем. Шамиль Хамат. Здравствуйте, дорогой Шамиль. Здравствуйте. Здравствуйте. Артист театра «Современник». И вы как раз, вот потом Клава даже расскажет, что есть постоянный состав, а есть такие специальные приглашённые звёзды. И вы как раз входите в число специальных приглашённых звёзд, которые выступают не камео, но какую-то вот одну небольшую роль. Да, да, да. Можно так сказать. Вы играете. Ну прекрасно, что вы пришли рассказать сегодня нам об этом спектакле. Филипп Гуревич. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте. Режиссёр спектакля «Не будем хлопать». А вы приготовились? Ах, приготовились. Ну на премьере все артисты начинают хлопать, и тут выходит режиссёр. Ну да. И они перестают хлопать. И они перестают хлопать. Перестают. Но сейчас я часто вижу, что артисты просто хлопают. Зал, как бы вот вы нас благодарите, зрители. И мы вас благодарим. И мы вас благодарим. Это тенденция к коронавирусного года, мне кажется. Да. Может быть. Мне кажется, просто все хотят хлопать. Вот как в самолёте, приземлившемся. Вот и в зале. А мне, кстати, это немного смущает. Потому что мне кажется, это как-то путает. Вот почему мы вдруг стоим и хлопаем. Правда. Мы вчера хлопали. Мне тоже нравится. Вы просто сохранительница традиций таких семейных. Да. Нет, не надо артистам хлопать. Вы просто кланяетесь и кланяетесь. Да. Хорошо. И Елена Прокопьева. Здравствуйте, Елена. Директор фонда «Дом с маяком». Вот вы единственное здесь представитель, вот тут всё театральное сообщество. А вы как раз, мне хочется, чтобы вы рассказали о том, как с вашей точки зрения вся эта история выглядит. Вопрос первый очень простой. Откуда возникла эта идея? Сделать спектакль, который, вот спектакль благотворительного фонда. Это ваша идея. And clever is... Давай, Клана. Ну, давай. Твоя же идея. Давай, отдувайся. Мы с вашей просто всё время придумываем, придумываем, генерируем какие-то идеи, как мы можем поддержать фонд. Вот как мы можем его в медиапространстве поддержать, как бы в социальных сетях. И нам в какой-то момент захотелось поддержать его самым естественным и доступным нам образом, своей профессиональной деятельностью. И у нас была такая мысль, я вот прям очень хорошо помню, мы гуляем с детскими колясками, у нас с Дашей дети, ровесники, как бы, но... И я помню, Даша, когда я приехала на дачу, у нас были ещё младшие дети такие прям, ну вот в колясках, и мы везли эти коляски, шли по дорожке и говорили вот о том, что нам такое сделать. Список своих идей. Выставка, спектакль, марафон, да, мне не знаю, всё, что приходило в голову, Клава собиралась реализовать. Да, а Даша проверяла это всё по трудозатратам. Ну нет, это мы здесь очень много. Это невостребованность мам с колясками, что ему очень хочется работать. Я приехала к Клаве отдохнуть, она говорит, ну пойдём на прогулку. И полтора часа она придумывала идеи, как помочь фондам. Вы решили, что спектакль – это самое несложное. Ну это как будто для артистов самое естественное, потому что мы вроде бы просто выходим на сцену и делаем то, что мы умеем делать, и при этом помогаем одновременно фонду. То есть мы даже не думаем об этом, а денежки в этот момент так тинь-тинь-тинь и складываются в какое-то хорошее дело. Ну вот, и значит, шли мы по этой дорожке, говорили об этом, и сказали, да, было бы здорово, но как – не знаем. И как-то отложили эту тему. Дальше прошло какое-то время, и пришёл в театр «Современник» Виктор Анатольевич Рыжаков. Да, новый главный художник руководителя. У нас был такой период, когда он приглашал всех в свой кабинет и знакомился. Потому что он кого-то знал, кого-то не знал. И у нас было по 20-30 минут на разговор. И я пришла за 20 минут, конечно. Просто я накануне этого разговора узнала, что когда Виктор Анатольевич был художественным руководителем Центра Мерхольда, он сотрудничал с фондом. И я подумала, что ну что ж, значит, об этом мы и поговорим. Я хочу теперь к Лене обратиться и спросить, как это выглядит вашими глазами? Как это с вашей стороны выглядит, когда у благотворительного фонда есть спектакль? История в том, что и в коронавирус мы все это поняли, что денег вообще у населения это не так много, и у бизнеса не так много. И хочется, чтобы благотворительность была не просто отдаёшь деньги и забываешь. Она была лёгкой. И чтобы ты всё-таки получал для себя что-то взамен. Многие говорят, нет, нет, ничего не нужно. Но когда ты можешь, например, сходить на спектакль с семьёй, с детьми, заплатив стоимость билета, но когда ты понимаешь, что эта стоимость – это полностью пожертвование, то есть ты хотел просто пойти с семьёй, многие даже не понимают сначала, что это идёт как пожертвование. Это и есть, мне кажется, вопрос этой лёгкой благотворительности, когда ты получаешь всё-таки продукт, который ты хотел. Например, ты хотел с семьёй пойти посмотреть спектакль. Но и в то же время ты помогаешь. И вот от этого начинается какая-то совершенно другая жизнь, потому что многие люди говорят, серьёзно, а я и не знал. Зовут друзья, покупают билеты эти, дарят себе. И начинается какое-то такое сарафанное радио, потому что это настолько заряжает, думаю, такой классный спектакль. Я сходил с семьёй, а сейчас ещё вот этим на день рождения подарю, и друзей туда пошлю. И как-то, а это же благотворительство, не знаю, сейчас я им расскажу. И что-то такое, вау, новое. И мне кажется, это классная история, которая объединяет как раз. Ребята, собственно, своей профессиональной деятельностью помогают. Площадку предоставляет «Современник». И это теперь постоянно в Москве будет играться на сцене театра «Современник». Ну, мы надеемся, что раз в месяц мы будем играть стабильно, и хотелось бы играть долго. А вы это играете бесплатно или вас поддерживают? Нет, мы играем это бесплатно. Здорово, а билеты идут, да. Обращусь теперь к Филиппу. И вот такая идея, да? Как вы придумали, что это будет за тема? Ну, мне кажется, это было какой-то целью, чтобы это был семейный спектакль, потому что это здорово. Таким образом, возможно, больше зрителей. Семейный – это правильное какое-то слово. Это очень трудная задача. Но мы же справились. Ну, наверное, я не знаю. Ну, во всяком случае, здорово, когда каждый участник, каждый зритель может отследить для себя определенный пласт смыслов, определенную точку эмпатии. У каждого она своя. Кому-то там 6 смешно, поэтому. В 35 смешно, поэтому. В 40 грустно вот здесь. Это хорошая история. В 40 грустно вообще. В 6 смешно, в 55 смешно, а в 40 уже вообще не смешно. Это я себя так перекрыл чуть-чуть. Да, я уже думаю, вы сказали ли вам, сколько мне ли? Как я урыдала. Мы постарались, чтобы эти пласты восприятия были как какой-то слоеный пирог, чтобы каждому было интересно и важно здесь, сейчас. И у каждого был, так сказать, свой слой. Своё вкусненькое. Да, своё вкусненькое. Важный момент – интерес участия самих актёров. Потому что актёрам неинтересно играть в детских спектаклях. Это уже вопрос к Шамиле Хамаду. Да, проинтересно и неинтересно играть в детских спектаклях. Сейчас давайте мы посмотрим небольшой фрагмент, как раз начало спектакля, который называется «Мам, а кто это на фото?» Давайте посмотрим почти все занятые спектакли на сцене. У меня, кстати, тоже был отрублен палец. Девочки, я пуссурицу, кривой, кривой. Но гораздо хуже другая история. Когда я в лет 9, наверное, с подружками в коридоре, значит, нас было трое, три подружки, мы булили жирного мальчика. Хорошо, что жирный мальчик. Что это булили? Хорошо, мы с подружками задирали, ну так обзывали, задевали мальчика с лишним весом. Нормально? Да. Вот. И, значит, за что я тут же получила от него кулаком, причем только я, вот сюда. И у меня вот здесь клык вот так прошел сквозь губу, и навсегда остался шрам. И, между прочим, с тех пор я реально никого никогда не булила. Эй, дам, я булила. Показываете шрам? Это прекрасное начало, когда все артисты рассказывают про настоящие свои шрамы. Конечно. Да, конечно. Рассказать вам? Конечно. Мы не про все рассказали, как раз пришли на передачу, чтобы... Да, у меня очень много вот здесь, здесь, здесь. Да. То есть это вербатим? Да. А все вербатим? Ну, это не совсем вербатим, это... Неправильно. Вербатим, это же, когда ты другого человека делаешь, наблюдение за другим человеком. А, это документальный театр. А если ты сам говоришь, что это уже не вербатим? Нет, это просто как бы твой стори-теллинг, ты рассказываешь историю, да, это твой стори-теллинг. Но все остальные истории – это вербатим. Это вербатим. Наших родителей. Шамиль, а ваш персонаж тоже такой вербатимный? Ну, вообще, я его придумал как-то так, у нас был очень короткий период репетиции, ну, так и задумывался. Но как-то мне очень помог Филипп, во-первых, потому что благодаря его подсказкам и его искренности я как-то его почувствовал внутри себя. Как ты его придумал, если это одноклассник моего папы? Вот я придумал такого персонажа, такого вот увольня, которого все обижают. Мне стало его жалко. И с этим ощущением я выходил на сцену. Миша Калинин его зовут, и никто не идет к нему на день рождения, да. Если вдруг сейчас нас смотрит Миша Калинин, одноклассник моего папы, пожалуйста, напишите какое-нибудь письмо. Я очень бы хотела увидеть этого человека. Да, ваш папа, как вы называете его в спектакле, Саша Коршунов, вот. А на самом деле замечательный артист, то есть не на самом деле, а он же замечательный артист и режиссер Александр Коршунов, который у нас бывал за этим столом, сидел не раз. Так вот, если Миша Калинин, одноклассник, откликнется, то будет очень хорошо. Мне кажется, нужно сказать, собственно, о чем построен сюжет на этот спектакль. Может быть, Филипп, вы это расскажете, чтобы наши зрители понимали. Это спектакль, он основан на воспоминаниях родителей артистов о своем детстве. Артисты брали интервью у своих родителей, и где-то это буквально вербатим, где я показываю этого человека. Вот. И основой, как бы, основа для интервью – это детские фотографии родителей, письма и семейные реликвии. То есть для меня было важно, что отправной точкой этого диалога артиста и его родителя, мамы или папы, это вот некая семейная реликвия или письмо, или фотография. Скажите мне, вот такой чуть-чуть более общий и философский вопрос, но в чем ценность того, что мы вспоминаем, расспрашиваем, копаемся в детстве своих родителей, что это вообще нам дает? Зачем это нам нужно? Мне кажется, это возможность поговорить. Это вообще диалог. Очень много же людей, которые выходили уже просмотрев, вспоминали кучу своих историй. Я видела несколько людей, которых я очень хорошо знаю, которые звонили маме, которые говорят, представляешь, сказали историю, очень похожую на твою. Ты когда смотришь, ты вспоминаешь, правда, что-то свое, где-то находишь черты своих родных. Спектакль такой про жизнь, потому что, и вот про все возраста, это возможность поговорить со своими родителями. И актерам со своими, и нам, зрителям, со своими поговорить с детьми. Вот эта ниточка к диалогу в каком-то. На самом деле, действительно так. После спектакля, я знаю, у меня были знакомые, семья, и они рассказывали мне, что вот они вышли, и папа там сразу стал показывать, что мы вот здесь жили, на чистых прудах, была когда-то коммунальная квартира, я был маленький. И он стал своим детям рассказывать. То есть это реально вот так работает. И это, в общем, то, к чему мы отчасти тоже стремились, к этому вот толчку, как бы людям, к разговору со своими родителями. Такой связи поколений, да. Мне кажется, что еще вот что-то мы знаем про... Родители очень часто рассказывают про наше детство, да? Вот ты когда была маленькая, и так далее. И мы знаем уже эти такие выстроенные рассказы, такие пластинки, я бы сказала. А вдруг оказывается, что они тоже были маленькие, что они тоже хулиганили. И здесь какое-то такое возникает чувство, что... А-а-а, значит, они тоже люди. Значит, они не всегда были в этой позиции. Надо так, я знаю как, и прочее. Значит, тоже. Что там делала ваша мама? Сейчас Даша. Нет, мой папа. Папа, да? У меня папа, да. Это он привязывал мышей за хвост? Нет, мой папа свинок выпускал из загончиков. А-а-а, которые в детском лагере на замочках были, в загончике. Но у меня папа вообще всё детство мне рассказывал вот эти безумные истории про себя, как про отдельного персонажа. Знаете, вот есть Денискины рассказы, а мой папа рассказывал про себя. Всё детство я слушала про его хулиганство в военном городке. Я так счастлива, что мне удалось переработать это в искусство, потому что мой папа всегда был очень, ну, очень живо мне рассказывал про своё детство. Мне как-то всё время хотелось это переработать и воплотить. И я счастлива, что мои дети хохочут над тем, как их дедушка, какой он был проказник в детстве, и вот какие учудял вещи. Учуждал. Учуждал. Я не знаю, как. Учуждал. Учуждивал. И вот у меня важный момент, в конце такой есть монолог, важный для меня самой. Я говорю, что, в общем, нет правильного или неправильного детства, нет правильных или неправильных каких-то поступков, там, решений. То есть мы все дети проживаем своё детство, каждый по-своему, спотыкаясь, ошибаясь, делая какие-то выводы свои. Вот. И, ну, мне очень нравится, что вот я играю на сцене эту историю, рассказываю про детство своего папы, а смеются мои дети. И, ну, в общем, вот такая вот закольцовка. Это был восхитительный спектакль, когда Даша папа пришёл, и он сидел в зале, и я знала, что он сидит, смотрит, и вместе с внуками. И Дашка рассказывала эту историю, и это был просто какой-то столб света исходил от артистки Мельниковой, когда она всё это говорила, и понимала, что вот ты слушаешь папу. Это было самое главное для меня, ну, вот, действие вообще от всего этого, моего присутствия на этих репетициях, потому что мне очень хотелось, чтобы однажды я вышла на сцену, и папа это увидел. То есть всё свершилось. Это было сверхзадача по Станиславскому. Вот, но папа потом сказал мне в конце, а почему только одна история? А где всё остальное? А вы делаете фону-спектакль? Скажите, насколько трудно, и вот и Филиппу вопрос, и артистам, которые выходят на сцену, насколько трудно настолько, такие личные вещи выносить на суд-аудитории? Это же прямо вот про тебя. Ты не прикроешься тут ни персонажем Островского, ни персонажем Чехова, ни каким другим? Ну, мне кажется, что в этом есть какой-то, какой-то даже особенный азарт, мне кажется, у артистов возникает, что азарт выстроить этот честный диалог между зрителем и своей историей. Плюс ещё, мне кажется, что мы много говорили про какие-то этические, ну, как бы, этические меры. Что за этические? Ну, как бы, какую часть истории, там, допустим, одна артист сказала, нет, вот это вот я вот не буду рассказывать, потому что, мне кажется... Ну, это самое интересное, наверное. Она хотела сократить. Ну, мне... Я сказал, хорошо, потому что я уважаю её решение, и как бы я не... Моя задача была не сделать спектакль, а моя задача была рассказать, чтобы все рассказали честно свои истории и, возможно, отрефлексировали что-то, что не смогли отрефлексировать в некоторых историях конкретно родители артистов. Психотерапевтические? Да, психотерапевтические тоже эффекты. Искусство. Да, потому что, возможно, ну, приняв опыт, там, своей мамы, ты потом что-то не сделаешь по отношению к своему ребёнку, и это какая-то очень, ну, правильная парадигма. Вот это вы очень точно сказали, то, что я заметила, когда я смотрела ваш спектакль, что все люди старшего поколения, абсолютное большинство историй завязано на том, что тэ-тэ-тэ, а то мама будет ругать, тэ-тэ-тэ, а то мне влетит от папы или мамы. То есть всегда в истории есть какой-то страшный дамуклов меч родительского гнева. Что мне очень понятно. Я только думаю, что вот это следующее поколение, вот это, которое смеётся, которое в колясочке у вас ездило, которое смеётся над тем, как дедушка, хулиганин. У них вообще нет никакого дамуклого меча родительского гнева. Мне кажется, что мы как-то перестали... Я умею страшным голосом разговаривать. Я думаю, страшный голос, видите, сразу. Скажите, Шамиль, как вы относитесь к тому, что вдруг театр становится таким, ну, прямо говоря, нежным и сентиментальным? Я прекрасно к этому отношусь, потому что я сам, как мне кажется, довольно сентиментальный человек, как и мои родители, собственно, потому что мой папа всегда плачет, когда смотрит какие-то спектакли или кино с моим участием или с участием Чулбана. Я вообще считаю, что театр, как бы, это максимально искренний вид искусства, и артист обязан просто... Искренний, в смысле, открытый? Открытый, да. По эмоциям? Да, по эмоциям. И это, ну, на мой взгляд, это единственное, что должно привлекать в театр. Искренность, эмоции, которые переживает человек на сцене, потому что иначе он теряет, ну, на мой взгляд, как бы немножко свой смысл, когда мы начинаем уходить в какие-то мозговые истории, что-то придумывать, то, что основ... Ну, как бы, уходить в такую эстетику и в такую, как это называется-то... В сложность форм. Ну, да, не то чтобы в сложность, в такую графоманию театральную, условно говоря. Ну, вот, как-то меня так воспитали, и я считаю, что это правильно, потому что я лично прихожу в театр для того, чтобы посмеяться и поплакать. И что-то... И уже выйдя, и только выйдя из театра, я начинаю анализировать то, что я увидел. Но когда я дохожусь внутри, я хочу испытывать эмоции. Поэтому для меня это... И этот спектакль в том числе, посмотрев его в первый раз, я, ну, как бы, прослезился. Для меня это было... Для меня это было очень приятно. Потому что после этого спектакля у меня возникло прям непреодолимое желание тут же позвонить своим родителям и вообще помнить о том, что нужно им звонить. И я прямо это почувствовал. Вот поэтому я считаю, что такие спектакли необходимы, и только такие спектакли вообще могут спасти мир. Ну да, ну да, ну а зачем нам замахиваться на меньшее? Вы, наверное, не помните, а была такая социальная реклама. А, ну да, лет 20. Смотрите, родители. Конечно. У меня хорошая формулировка родилась такая в голове, что если у вас пока нет детей, вы можете прийти на этот спектакль с родителями. Ну можно и в три поколения прийти. Это тоже очень классно. Да, тоже здорово, да. То есть в нем вот есть какое-то соединение поколений родителей-дети, и это может работать как в одну правду, так и в другую сторону. Скажите мне, пожалуйста, у меня такой еще вопрос был в этой компании. Почему артисты так много занимаются благотворительностью? Потому ли, что артисты видны, ну просто это публичные личности? Или потому, о чем сказал Шамиль, что вот это таки обостренное чувство какие-то эмоций и стремление к какой-то искренности, оно приводит артистов в благотворительность? Мне кажется, что, наверное, все-таки очень все зависит от человека. Потому что мы же все, не знаю, подписаны в соцсетях на большое количество людей, и ты видишь, насколько какие люди как погружаются. Фонды, частные лица часто просят, сделайте пост, опубликуйте что-нибудь. И многие делают, но видно, что взяли, перепостили, у всех все одинаковое. А есть люди, которые находят себе силы, время, погружаются, начинают общаться, понимают, кто ты, что ты за фонд, кому ты помогаешь. И так начинается какая-то взаимосвязь, и тогда уже человек, правда, искренне рассказывает, показывает. Мы как дом с маяком, и у нас есть стационар, у нас частая история 800 детей под опекой, и кто-то мечтает, у нас есть проект мечты сбываются, кто-то мечтает с кем-то увидеться. Поэтому мы в какой-то момент поняли, что мы уже замучили всех, потому что у детей очень разный вкус. Я иногда думаю, кто это? Это какой-то стример, например, он играми занимается. А иногда думаю, а вообще этот человек еще там снимается? То есть оказывается, ребенок просто фанатеет, смотрит там все серии, все знает, и просит именно его. И ты все что угодно сделаешь, но лишь бы достать, добыть контакт. И у нас бывают очень смешные истории, девчонки меня спасают с тем, что они, собственно, в комьюнити общаются и быстро находят контакты, и к нам человеку приводят. Но бывают истории, когда человек говорит, не-не-не, в хоспис не пойду. И у нас начинаются интересные истории. Мы начнем заходить через жену, через маму, или через какой-то там друзей-друзей, ну, потому что страшно. Не пойду, что страшно. Страшно. Это правда страшно, но с другой стороны, ну, когда я общаюсь, я говорю, послушайте, вот человек может захотеть все, что угодно. Вот у него мечта, да, проект, мечта сбывается. Он может все, что угодно попросить, и он просит вас. Но это же, не знаю, мне кажется, это очень круто. Это огромный подарок. И это, ну, как бы, понятно, что хоспис – это тяжелая история. Как бы у нас есть история, что ребята, которые быстро ухудшаются, и вот он сегодня вас просит. У него есть еще сила, время успеть. Желание есть. Желание есть, да. И это вот нужно сейчас. И для меня, конечно, огромная благодарность, когда люди бросают все, приезжают, не стесняются. Часто бывает, что можно и в стационар приехать, но бывает и домой. И приезжают домой, и привозят какие-то, не знаю, пироги-плюшки, пьют чай, находят на это на все время и силы. И тогда и благотворительность становится какой-то обычной частью жизни. Не потому, что меня кто-то попросил, я что-то там увидела, не знаю, ну ладно, сделаю, лишь бы отстали, а то все пишут, чего-то просят. А становится как, не знаю, ну какой-то ритуал повседневный. Хочется, правда, помогать. И нам многие тоже ребята звонят и говорят, ой, а мы там едем мимо стационара, ходить мы заедем. И заезжают, и заезжают с детьми. И мне кажется, это как раз нормальная история, что благотворительность должна объединять, быть открытой, что ты можешь включиться профессионально, что ты можешь приехать с детьми, побыть волонтерами. То есть можно же менять роль, быть в разной. Можно когда-то и денег пожертвовать, а когда-то, не знаю, приехать помочь окна помыть. И это тоже нормально. Это объединяет. Поэтому, мне кажется, ребята просто потому, что, во-первых, запрос на них, конечно же, есть. Знают, любят, дети просят. И мы все-таки часто, нам большую часть времени мы поэтому посвящаем, и нам удается мечту исполнить. Да и, мне кажется, ребята все-таки с такой, ну, осознанно подходят, и если выделяют время, то не делают это, ну, там, раз, сделай, забыл. А все-таки это становится, правда, какой-то доброй традицией. И в следующий раз, когда мы зовем на какие-нибудь наши там безумные идеи, которые придумывал, вам ребята говорят... Слушай, вы меня прям доставляете, какой-то безумный. Нет, послушайте, продюсер должен фонтанировать безумными идеями. Хорошо. Вы что, хотите ординарные идеи? Что вы чувствуете, когда вы оказываетесь в доме с маяком, или в каких-то других местах? Ох, так много чувствую. я могу сказать, именно про дусер. И дает ли это что-то актерской работе? Я понимаю, что нельзя так... Я не призываю вас к этому очень прагматично отнестись. Я иду туда, потому что это мне на наблюдение за жизнью. Нет, упаси Господь, но тем не менее. Это дает для человеческой жизни очень много. Ты живешь, думаешь, у меня столько проблем, мне так тяжело, мне так плохо. А потом ты так приезжаешь в стационар и думаешь, фух, так, в общем, у меня все нормально. Я пошел. Но не только потому, что там действительно что-то такое происходит, страшное, совсем нет. Стационар вообще, ну, одно из каких-то, я не знаю, это удивительное место. Туда приходить не страшно, там интересно. Ну, грубо говоря, то есть там сделали все так, что ты приходишь, и ты не ощущаешь какого-то страха. Там скорее ты сталкиваешься с жизнеутверждающей какой-то историей очень. Вот. И именно с «Домом с маяком» у меня всегда ощущение, то есть это дает мне такое важное ощущение, что, в общем, все сдулось. это дает мне ощущение, что есть некая часть жизни, про которую я никогда не забываю. Понимаете? То есть я не позволяю себе практически никогда впасть в такое уныние или в депрессию, потому что знаю, что есть дом с маяком, и знаю, как бывает еще, и это мне дает вот именно такую поддержку. Мне кажется, есть такой момент, что, ну, как бы мы живем, проходим какие-то разные этапы взросления, там, мы учимся в институте, потом попали в театр в классный, потом первое кино, и ничего мы не знаем ни про вообще хоспис, ни про детский хоспис, ни про там фонд «Подари жизнь». Это все где-то мимо нас, а потом чуть-чуть, потихонечку жизнь как бы начинает врываться чуть-чуть, да, к нам, вот в наш круг. Реальная жизнь. Реальная жизнь, да. И тут, мне кажется, важно от нее не отвернуться, потому что, мне кажется, это неправильно. Ты отвернешься, да, как ребенок, типа, глаза закрыл, этого нет, но это есть, да, и самое что-то такое, вроде, самое страшное на свете, словосочетание, детский хоспис, он есть. Не хочется об этом думать, но он есть. Но было бы хуже, если бы его не было. Да. Конечно, да. Как его и не было совсем недавно. Как его и не было, да. А вообще, это страшно представить день, когда его не было. Для меня это какой-то вот черный день, я даже не хочу думать вообще о том, что было, когда его не было. Мы знаем, что было, когда его не было. Это все было, это все происходило вот на наших глазах и усилиями очень конкретных людей. И в том числе, вот, конечно, хочется вспомнить то, то, как начинало и пробивало это вот со стороны, например, актерского, вот как Чулпан. И просто, так сказать, пейзаж нашей, вот нашей жизни был просто совершенно другим, чем, там, 10-15 лет назад. вы помните, как это начинала Чулпана и были у нее какие-то сомнения, откуда у нее было столько уверенности, когда она впрягалась в эту историю из «Подари жизнь». Я помню, что организовывался, по-моему, просто концерт, куда пригласили всех друзей, не было еще никакого фонда и никто, по-моему, даже о нем не думал. Я помню, как все мы волонтерили, ездили. Вот тогда, в современнике, этот концерт, это был первый? Да, был первый концерт и только после него задумывались о том, чтобы организовать какой-то фонд. Насколько я помню, Чулпан страшно упирался, потому что это огромное ответственность, она не понимала, что это и вообще, как все это работает, но, конечно, потом она согласилась и вот, собственно, с одного концерта, на котором были все друзья, просто друзья, которых обзвонили, они все приехали, кто-то из Питера, кто-то еще откуда, бесплатно сыграли концерт, ну, то есть, У вас такое огромное дело, да, потрясающе. Огромное количество людей в театре, рок-н-ролльщики, совершенно разные певцы, куча инструментов, и, да, вот, просто с такого дружеского концерта и началось какое-то такое движение в сторону мультурительства. Мне вообще иногда кажется, что мы супермены, правда, вот, но возникает тогда такое ощущение, вот сейчас прошла премьера, и она очень хорошо прошла, может быть, даже лучше, чем мы ожидали, правда, и тот отклик, который мы получили, он, правда, был, в общем, сверх нашего ожидания, и вот мне кажется, что произошла какая-то общность, да, Филиппа, нас, вот, актеров, Виктора Анатольевича, театра, фонда, просто люди устремились куда-то к свету, да, и вдруг возникли и силы, и темы, и возможности, и вдруг получилось такое, в общем, на мой взгляд, довольно большое дело. Мы в начале пути, конечно, и надеемся, что это будет долгий путь, и мы будем на регулярной основе приносить достаточно крупную сумму ежемесячно фонду. Я в это верю, что у нас все получится, но пока у нас все идет очень хорошо, билетов нет. Ну, на ближайшую дату нет. Ну, можно в мае пойти. Нет, еще мы же сделали до 25 апреля, тоже на него можно купить билеты. Еще. Все еще. Ну, вот, я все время пытаюсь понять, вот, как это связано с театром. Совершенно не обязательно это связывает, но что-то, мне кажется, что что-то в природе театральной, ну, не только театральной, вот, есть такое, что заставляет очень многих артистов этим заниматься. И вот упомянутый уже Виктор Анатольевич Рыжаков говорил не раз о том, что вот есть и эта очень важная часть театра вообще, вот его социальная роль. То есть, вот такого прямого, очень действия, помощи. Вот, как вы думаете? Ну, мне кажется, что есть же какие-то прекрасные и чудесные проекты, связанные буквально с социальным театром, который, допустим, делает Борис Павлович, когда... Это, например, проект «Квартира», который он делает с... Ну, инклюзивный проект, когда на сцену выходят люди с особенностями, с ментальными особенностями или с физическими. Театр взаимодействия. Театр взаимодействия тоже. И просто, или когда документальный театр или социальный театр становится инструментом, чтобы какие-то травмы проговорить. Вот, допустим, я вернулся из Тюмени, там был фестиваль детских театров, студий. И совершенно уникальный проект там был, который собрали за 7 дней. Режиссер Виталий Федоров из Хабаровского тюза, он делает его по России. Вот была в 2016 году история ребят из Пскова, Бонни и Клайд, которые в прямом эфире, вот, в общем, там вся эта трагедия произошла. И он берет студийцев которым там 15-14 лет, берет, был открытый кастинг по всей Тюмени, и пришло там человек 15, и на основе этой истории они все смотрят эти полтора часа видео жизни этих 14-15-летних подростков, и выходят люди на сцену, и проговаривают свои, как бы, входят в диалог с этой историей, проговаривают свои травмы, связанные с домашним насилием, с там, суицидом, и как бы, и театр, и ты смотришь, и ты понимаешь, ты получаешь какой-то огромный удар, шоковый, но при этом ты подключаешься к этому, ты начинаешь говорить про свои проблемы, и это какое-то колоссальное... снимается какие-то табу. Да, снимаются какие-то табу, те люди, которые выходят на сцену, они проговаривают это все, и театр становится... Это не то, чтобы какая-то психотерапия, он становится каким-то огромным энергообменом, где люди понимают, что говорить не страшно, выходить не страшно, плакать не страшно, лучше сказать лучше... Если человек выходит на сцену и говорит об этом, значит, я могу об этом говорить открыто, я могу не молчать. И это удивительно. Это так же, как вот Лена говорила про вообще детский хоспис, что мы об этом говорим, мы это признаем. Мы не просто вот то, что вы говорите, не просто закрываем глаза. Мы это выносится на афишу, и в этом нет, и этого не надо бояться. Правда? Ну, это же такая еще история тоже с разных концов. Мы говорим аудитории всем, да, что хоспис это не страшно, что хоспис это про жизнь, что детский хоспис, если ребенку не больно, он сухой, сытый, то это остается ребенком. Он что хочет? Играть, тусоваться. Подростки обожают там свои тусовки, компьютерные игры. То есть дети остаются детьми. И когда мы это говорим на всех, на всю аудиторию, то и семья, которая оказывается в этот момент, в этой ситуации, понимает, что, наверное, можно выйти из подъезда, не будут коситься уже так на коляску. И начинается... У нас же есть у всех ощущение, что ты приезжаешь куда-то в Европу, и там полно людей, там с инвалидностью, вот, везде на колясках, на каких-то самокатах, а у нас нет никого. Да, все здоровые. Да, у нас их очень много. Только история в другом, что у нас боятся как-то, ну, будут смотреть, пальцем тыкать, некомфортно, ну, или, собственно, условий нет, да, что мы тоже понимаем, там, лифта нет, еще что-то. Но если дать возможность об этом говорить, о чем вот Филипп говорит, что это нормально, что все люди разные, то и наши подопечные, недостаточно же купить только дорогущую коляску, нужно немножко расшевелить, показать, что оказывается, на коляске круто, можно в торговый центр самому поехать и вещи выбирать, а не мама тебе будет 14 лет вещи там покупать. И начинается какая-то жизнь. И ты смотришь, сначала они на твои мероприятия приходят, потом ты их уже не можешь на свои зазвать, а не везде, где-то тусуются. Ну, это же классно. Это классно. И у нас, когда многие приходят в хоспис, такие говорят, и там кто-то на коляске, на электро проехал, со скоростью большой, достаточно, такие говорят, ну, говорим, да, вот куда-то там у них тусовка. У нас сегодня мини-свиньи приехали, но мне кажется, это как будто был обман. Вот там мини-пиги или как, вот эти мини-свинки с детям приехали. Это вот те, которых ваш папа выпускал, когда был маленький в военном городе. Они подросли. Они добежали до Москвы, наконец. Мне кажется, одна явно обманули, не мини-размером, и у детей там был сегодня дикий восторг. И у нас все сотрудники, во-первых, в какой-то момент все пропали. Почему вы не позвонили нам? А я в чат подключена, смотрю, значит, сотрудники мои отела. Все там тусуются с детьми, со свиньками. И это про жизнь. И у нас часто приходят люди, мы говорим, а хотите, мы вас проведем, покажем экскурсию, или там мы пишем открыто в соцсетях, что вот экскурсия, приходите. Нам все говорят, какая экскурсия в хоспис? Мы говорим, потому что пока вы не увидите, вы как люди, которые вокруг нашего хосписа. живут, говорили, что у нас, не знаю, крематорий, и вот будут туда-сюда ездить похоронные машины. Мы говорим, зайдите. И нам, когда вот люди, комьюнити вокруг хосписа, было очень смешно, мы в какой-то момент написали, что нам нужны цветы, посуда, и было очень трогательно. Приходили люди явно с напуганными глазами с цветком в горшке, потому что это был повод зайти. Это страшно, правда. И они говорили, вот вам цветок. Мы говорим, пойдемте, мы покажем. И они видели, что это как раз про жизнь. Что разные дети, у нас постоянно тусуются братья-сёстры, сиблинги, подопечных. Кто-то приезжает в гости, вот девчонки приходят, они говорят, хотите, пойдемте в игровую, дети побудут с детьми, мы там можем пообщаться. И это как раз про равенство, про то, что, ну, правда, все люди разные. Кто-то на коляске, кто-то ходит, кто-то не ходит. И условия должны быть для всех одинаковые. А не так, что ты вот там сиди, а этот вот там может что-то сделать. Поэтому, мне кажется, важно и возможность проговорить, и возможность самому, даже для себя не ставить табу, что, ну, как бы, классно, почему нет. Вот я, допустим, стою в офисе, сижу, говорю, все, устала, пойду к детям. Смотрю, они там пиццу делают. Я говорю, о, пойду. Вместе с ними что-то там поделала, ушла, пришла, есть сила, энергия, потому что понимаешь, что вот ради этого там ты работаешь. Раз бы тяжелее сидеть перед компьютером, и отвечать на всякую кучу. Вообще общение с подопечными дает очень много сил, на самом деле. У меня много друзей, вот уже подопечных, которые там в доме с маяком. Мы с ними переписываемся в Инстаграме, они зовут меня на день рождения, мы придумываем какие-то тусовки, мероприятия. И когда встречаемся на тусовках, вот на общих, мы прям как кореша встречаемся, что нового там, как дела. И они, на самом деле, вообще дружба и общение с ними дает удивительный инсайт, потому что, ну, действительно, в обычной жизни ты редко, ну, поговоришь, прям поговоришь вот с таким человеком, не вот из жалости, да, а из чего-то, а именно просто вот на тусовке на светский смолк-ток, да. И тут вот ты встречаешься с ним, и у вас смолк-ток, и он рассказывает тебе о своих новостях, ты ему о своих, и вот завязывается такое общение, которое вообще ничем не уступает обычному общению, и завязывается дружба. Ну вот даже к вопросу о том, что мы звали ребят своих, кто хотел, могли прийти на спектакль. И к вопросу про современник, то, что мы думали, так, доступность среды, как-то будет, собственно, кого-куда, и на моей семье, я смотрю, одна семья мне приехала, с подопечными, говорю, ну как они говорят, нас практически на руках донесли. То есть это вот вопрос о том, что все готовы включиться, и все готовы помогать, даже знают, например, не очень удобно, тут же находят, ты еще не успел, в принципе, ничего там рот открыть, а уже люди, которые помогают и сопровождают. Но это тоже очень здорово. В современнике на другой сцене я хочу заострить внимание, очень доступная среда, и все комфортно сделано, и мы вообще рады видеть людей с ограниченными возможностями, будем рады, и все будет удобно и классно. Еще один фрагмент из спектакля. Мам, а кто это на фото? Мам, а кто это на фото? Как лучше? Но можно было просто из газеты. А что? Ну, мы все. Нажно было просто из газеты. Придешли, без таких, что мы не пробуем. И вот, когда он снимает, самый сильный, который просит. Он так, он так, он прятан щелкнул. И в твоем бумаге в голову не получался. А что там-то делал? Ой, слушайте, это прекрасный фрагмент, может быть, не так хорошо слышно нашим зрителям. Это история, которая Клава Коршунова рассказывает про три пистолета папы своего. И вот эта прекрасная хореография в исполнении Даши, это, мне кажется, она демонстрирует всю крутизну, которая вот у парня, у которого черный, блестящий пистолет, да, который заправляется... Которых никогда больше не видят. Как ты говоришь? Я таких вообще больше не видела. Я таких вообще больше не видела. И мы потом вырезали маленькую фразу, которая мне очень нравилась, которую ты говорила. Такой он был, конечно, шумовой. Шумовой? Да, да, да. То есть это все как про мужчины, то есть как бы как-то он был такой... Ну, просто я это немножечко... Мы поняли, даже своим танцем намекнула нам, что это как бы история такая, да. И тут уже связываются поколения дальше. Это уже не просто история моего папы, это еще история моего дедушки, как они в 60-каком-то году, представляете, гастроли Малого театра по странам Европы в 60-м году. Не могу себе представить вообще. Париж там, а? 62-й. Видите, как хорошо Гуревич знает историю молодежи. Да, видно. Первое образование это Щеткинское училище. Вот, да. И представляете, такие гастроли, и сколько всего, я представляю, там приехало фантастического. Какие пистолеты. И какие пистолеты. Да, приехали, да. Я знаете, что хочу вас спросить? Вообще мы очень хотели об этом поговорить. Исходя из прекрасного, вот у вас в спектакле замечательно много, много замечательных старых фотографий. И спектакль называется «Мама, а кто это?» на фото. Вот, какие фотографии детские или детские ваших родителей вы вспоминаете? Вот мне хочется спросить всех тут сидящих. Потому что, и мне кажется, что сама ценность фотографий старых, она же гораздо больше. Не тогда, когда у меня 10 380 фотографий в айфоне за последние 3 года, а тогда, когда альбом такой вот бархатный, да? Да? В уголочке вставлены фотографии? Да, да. Вызывайте какие-то ассоции? Карточки, говорила бабушка. Карточки. Карточки. Да вот какие вспоминаются у вас карточки детские? Вот приезжаешь к бабушке и открываешь, и что там? Там целая история вообще. Мы с бабушкой садились, открывали, и там прям разворачивалась история. Вообще целая жизнь. Вот она вместе с каждой страницей рассказывала какие-то, очень много историй. А, кстати, только сейчас поняла, что вот наш спектакль, это, собственно, вот ты открываешь альбом, видишь фотографию, и бабушка подсаживается и говорит, ой, а это твоя мама, она здесь сидит, мы на мотоцикле, она была такая тоже хулиганка. Поехали мы, значит, за картошкой. Ну вот примерно так оно и было. И что ты дальше? Ну, мою маму звали сын Наташка, потому что она была очень пацанистая девочка. Очень трудно ее было как бы идентифицировать как девочку. И с ней тоже было связано много подобных историй. Вот они потом с папой встретились и родилась я. Соединила их. Вот это очень интересно, как устроена память, как устроены механизмы памяти и как какие-то вещи запускают на нашу память, как известно, что запахи очень, да, или какие-то предметы. И мне кажется, что это все просто исчезает, просто исчезает на наших глазах. Мне кажется, очень мощно работает вот в спектакле последней истории у Марины Лебедевой, прекрасной нашей актрисы театра «Современник», она рассказывает историю, как ее папа сватался за ее маму. Правильно я сказала? Сватался. Сватал ее маму, я бы сказала. Вот так вот, да. Или сватался к маме. К маме, да. Еще лучше, да. Как они познакомились, и он ей буквально на какой-то второй встрече подарил ботиночки. И сказал, что вот эти ботиночки будут носить наша дочь. Где он их взял, кстати? Вот мы фантазировали. Извините, что-то убиваю. Да-да-да, мы потом вернем. Или Клаус сам вернет себе голос. Все будет хорошо. Он, Марин не знает, где он взял ботиночки, но прошел, то есть, очень мало времени. Они познакомились на танцах. Вот. Он сказал, можно, я тебя буду провожать каждый день, переезжай сюда. А она сказала, я не перееду. Вот. И мы предполагали, то есть, зная Маринову папу, как она про него рассказывает, что, возможно, он просто, он так хотел заполучить себе эту женщину, что они там, у него есть брат, они там с братьями, видимо, как-то кернули. И вот, зашли в какой-то магазин, увидел ботиночки и сказал, о, идея. И как бы, и вот он ходил ее встречать, постоянно ждал, 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 пока она снова вернется к родителям в деревню, вот, хотя она жила уже вот в Горьком, в Невненовгороде. И вот он просто сказал, на, эти ботиночки будет носить наша дочь. А лучше меня все равно не найдешь. И можете себе представить, что вот он приходит. А лучше меня, Надюшка, ты все равно не найдешь. И представляете, вот он приходит, открывает, значит, вот этот сверток, дарит ей эти ботиночки, вот этой женщине. Это сильный ход. Вот эта женщина берет эти ботиночки, дальше более 10 лет она ждет дочь. И через 10 лет у нее рождается девочка, называют ее Марина. Марина вырастает, приходит в театр «Современник». Через год работы, мы начинаем работу на спектакле «Мама, кто это?» на фото. Она приносит эти ботиночки, ее ботиночки, в которых она в детстве ходила, разворачивает на столе у нас в репзале и рассказывает вот эту историю. И тут происходит... Это же просто космический, да, прям. Мы когда первый раз это слушали, ну понятно, что мы там вообще все действительно и обревелись, и как-то друг друга открыли. Вы знаете, не получается вот иногда таких разговоров. Мы куда-то бежим, там, ну что мы обсуждаем, там, ну, ну вряд ли мы делимся такими сокровенными вещами, вот так вот, просто в обыденной жизни. А тут вдруг мы... Самая дорогая семейная реликвия. А тут вдруг мы собрались в репзале и так много рассказали друг другу о каких-то вещах вот сокровенных и очень честных для нас. Мы вообще друг друга просто по-другому увидели, по-другому узнали. на самом деле на этих репетициях. Господи, я всех так люблю. Ну, правда, есть ощущение такого, какого-то родства, ты приходишь и уже чуть больше знаешь. Правда, правда. Ну, еще какие-нибудь истории от Лены и от Шамиля про то, что у вас запускает вот эти механизмы памяти, воспоминаний прекрасных каких-то детства или детства родителей. Оно в чем вообще? За что нужно потянуть? За какую ниточку, чтобы оно... Я могу сказать, как я начал курить. Ну, конечно. Это слишком сладкий разговор. Давайте. Мой папа, он курил до 40 лет, потом бросил. Вот. Моя мама покуривает до сих пор и папа всегда обвиняет. Вы не говорите уж на всю страну-то это уже. Ну, покуривает. Покуривает. Она так немножко почти бросила. Потому что она никому не говорит. Потому что она своей родительной не говорит. Нет, ну я же курю, поэтому я имею право. Мы курим с ней вместе. Мы курим с ней вместе. Это плохо, это вредит здоровью, я это чувствую, но ничего с собой сделать не могу. Короче говоря, вот папа всегда обвиняет ее в том, что она виновата в моем курении. Да. Потому что она при мне курила, значит. Но на самом деле я вдруг, совершенно недавно, находясь в Казани, я начал смотреть их альбом, их фотографии. и обнаружил одну фотографию, про которую я совсем забыл, я ее видел практически в детстве. И этот образ, который отпечатался у меня, и благодаря этой фотографии я начал курить. Потому что мой папа в молодости такой пижон, джинсы-клеш, и он стоит вот так вот, у него нога, значит, на бампере какого-то, ваза, он стоит вот так вот с сигаретой, очень худой, вот эти рубашки, которые были с высоким воротником, красивые очки, он держит вот так сигарету, я у него на руках, как говорили. Идеальная реклама. Оберегайся, дети, я самую чужую. И я вдруг понял, вообще, во всем виноват, просто виновата одна фотография. Потому что я помню впечатление от него из детства, когда я его видел, я просто понял, что я хочу так же. Кажется, наш контакт должен идти час тридцать. Лена, что у вас, какие приходят воспоминания из плюшевого альбома? Ну, когда ты открываешь альбом, раньше же еще было очень популярно, куда-то все ездили вот это вот, в санаторий. Крым, и там очень какие-то людей, ты думаешь, господи, где твои-то? Как классная фотография. да, и когда там, ну, собственно, вот, я уже кое-где стала заметочки ставить, потому что, ну, как там вообще найти своих, это тяжелая история. Но у меня был потрясающий дед, мамин папа, который, мне кажется, стори-теллинг, он бы реально мог преподавать, потому что он был тот еще барон Минхаузен, у него начиналась история как-то раз, я служил на подводной лодке, и дальше просто все падали, или там, собственно, и пришел ко мне, и говорят, Николай, нужно, ну, и в общем, какие-то истории тоже, вот, похожие на истории твоего папы, и я, все мое детство было вокруг этих историй. Вот же у вас неистекаемые запасы истории. ну, вот лично для меня просто, вот, недавно произошла история у фонда, и она тоже про фотографии, про воспоминания. Как-то нам позвонили на горячую линию, и женщина сказала, у меня очень мало времени, срочно мне перезвоните, вопрос, не требующий отлагательств, пока я в твердом уме и здравой памяти, я хочу сделать то, что я решила. И ему такой звонок, значит, передают с горячей линии. Я, естественно, перезваниваю, оказывается, что это 85-летняя учительница, математики, Нина Эльмойсевна, она хочет свою квартиру, у нее нет родственников, нет детей, и она хочет свою квартиру завещать фонду. Я работаю в фонде 5 лет, и у меня это была первая такая история, и мы с ней общались на протяжении, наверное, полугода, и я, конечно, была поражена, вот учитель, поставленная речь, как вот она все красиво говорит, и я пыталась с ней познакомиться лично, она говорит, что на меня смотреть, 95-летняя лежащая старушка, и сидел кто-то при мне, не надо. И она не так давно умерла от коронавируса, и когда я первый раз зашла в квартиру, то есть я полгода общалась с человеком, которого не видела, но знала его историю, я зашла в квартиру и увидела фотографии молодая Анина Эль Моисеевна, ее супруг, вот эти фотографии, как они ездили вместе куда-то отдыхать, какая она модница была, все вот эти вещи. Я вижу какие-то любимые часы, брошку, книги, и это я просто первые 30 минут стояла, не могла бы шевелиться, как будто ты пришел в гости к очень хорошо тебе знакомому человеку, а человека, хозяина, почему-то нет. А ты боишься вещи трогать, потому что это же целая жизнь, вот в этих книгах, фотографиях, закладочке. И, ну, я сейчас рассказываю, мурашки по коже, и это так необычно. И я очень благодарна, что решение Лиды фонда, то, что мы решили не менять сильно квартиру, а оставить какие-то вещи из ее жизни. Там будут жить ребята из интерната, два мальчика, которые никогда не были домашними, и теперь они при помощи Нинель Моисеевны станут домашними. И мы решили назвать «Дом у Нинель Моисеевны», ну, как проект фонда. И это вот про жизнь, что вот мы так впечатлились, мы пришли. Это память сохраняется. Да, и вот это как раз ее уют, ее какие-то чашки любимые, которые явно были откуда-то привезены, вот эти книжки и эти фотографии, потому что нельзя просто это взять, свернуть и сказать, твоя жизнь закончена, вот теперь как бы, да, мы тут хозяйничать будем. Нет, так не бывает. Спасибо большое за удивительную, пронзительную историю. И спасибо большое за совершенно замечательный спектакль, за очень классную идею. И мне кажется, что так важно, что благотворительности становится больше, что это становится такой естественной частью нашей жизни, что она приобретает самые разные формы, что можно радоваться и помогать, и быть вовлеченным. Очень много радости от того, что вы делаете. Спасибо большое. Я благодарю Клавдию Коршунову, актрису, попечителя фонда «Дом с маяком» и продюсера спектакля. Мама, кто это на фото? Так надо произносить, да? Шамиля Хаматова, актера «Театр-современник», и Клава тоже из «Театра-современник», и тоже исполнителя роли в спектакле. Дашу Мельникову, вы как раз служите в «Театре Ермоловой», правда? Да. Но очень прекрасно, что вы присоединились к этому проекту. Актриса-попечитель фонда «Дом с маяком», Филипп Гуревич – режиссер спектакля, и Елена Прокопьева – директор фонда «Дом с маяком». Ну, а если у «Театра» есть социальная функция, пускай у «Телевидения» тоже будет минутка социальной функции, пожалуйста, помогайте благотворительным фондам. «Дом с маяком» нужен примерно миллиард рублей в год. И мы с вами можем этому помочь. Спасибо, всего доброго.